Ну а конкретно то, что происходит у нас, в связи с решением нашего правительства и президента в голове, то получается, что нам полностью рынок, наше минеральное удобрение открывается для импорта. Мы на этом рынке себя удержать не сможем, конкурируя с ними. По очень простой причине. Вопрос сырья. Итак, сырьем является газ. У наших конкурентов цена газа как минимум в 3-4 раза дешевле, меньше, чем у нас. Соответственно, что они могут делать здесь? То, что они и делают. Если, образно, для моделирования, если предположить, что цена нашей продукции там 6 тысяч, они ее продают по 5500. Мы продаем по 5500, а не по 5. Мы по 5, а не 4,5. Мы уже ниже 5, может быть, или 5500, мы опуститься уже не можем. Нам уже все. Тогда надо закрываться и распускать народ. Вот. Ровно через 2 месяца после того, когда мы закроемся, какая будет здесь ситуация на рынке, минеральном удобрении, как вы думаете? Тонна селектра будет стоить 8 тысяч. И все будут покупать. Потому что деваться некуда, мы же все будем стоять. Они будут спокойно себе зарабатывать деньги. Потому что у нас здесь работают крупные компании торговые, которые, в общем-то, определяют и, можно так сказать, сильно влияют на рынок минерального удобрения. А почему сильно? Потому что у них есть поставщики этих минеральных дорог. Они покупают в России. А вообще они, я считаю, являются тут просто представительствами, ну не официальными так, документально. Они, как наша украинская бизнес-группа, которая занимается таким бизнесом. Покупают там, привозят сюда, продают здесь. Ну, по классике они должны там зарабатывать 3-4% комиссионных. Вот и все. Если следовать всем законам. Вот. Но они позволяют россиянам сюда завести свою продукцию. Вот и все. И они все практически, хотя официально они продают селитру Турция, Грузия, Казахстан, Азербайджан, Румыния, Словакия, Польша, Белоруссия. Видите сколько? Я сколько помню, я 40 лет работаю в химической промышленности, обычно минеральные удобрения мы продавали в Турции. Не Турция нам продавала, а мы продавали. Ну, все, так сказать. Начиная с Союза, заканчивая в дальнейшем. Ну вот. А почему так? А потому что в основе есть ГАЗ. Они там открывают совместные предприятия, являются там собственниками, ну, какими-то, ну, понятно, да? Акционерами этих предприятий поставляют туда ГАЗ, соответственно, формируют все эти цены и все остальное. Вот и все. А торгаши, которые здесь распределяют, это, в принципе, сеть распределения внутри государства. Ну, они самостоятельные какие-то. Вот. Им очень выгодно. Потому что они зарабатывают, ну, очень приличные деньги. Мы в взаимоотношении с нашим государством не просим там, чтобы нам какие-то преференции давали, а просим, чтобы государство вело себя так, как это делает любое цивилизованное государство. Оно защищает своего производителя. Каким образом? Очень просто и очень правильно, я считаю. Справедливо, вернее. В отношении правильности я не знаю, но справедливо. Если вы хотите прийти на наш рынок, нет вопроса, купите местоводие. В виде пошлин, там, несенных антидембин, ну, и всяких там моментов. И все. На Западе, вот когда россияне везут свою продукцию на Запад, то их допускают на рынок, но, опять-таки, дозированно. И при этом ставится сразу самое первое основное условие. Мы вам устанавливаем пошлину, которая должна нивелировать разницу или дешевизну вашего газа у себя, чтобы вы на нашем рынке присутствовали, как и наш производитель. Все, нет вопросов. Эта пошлина вся идет куда в бюджет государства. А государство там уже определяет, куда его направить. А сейчас у нас получается, россияне всякими там методами и способами, они не глупые ребята, там, отработали тактические, стратегические действия, вот, и они сюда заезжают и безбожно вывозят отсюда деньги, наши заработанные деньги. Понимаете? Они же вывозят-то уже валюту, они-то сюда дают, это же валютные деньги, ну, продукции, вернее. Это не наши гривны. Гривны-то у нас тут, внутри они крутятся, но это валюта. Ну, и вот, и зарабатывают они приличные деньги. И вот это вот все проблемы, которые нас там пичкает средство массовой информации, что в России коллапс из-за того, что некому газ давать, то есть продавать, что там рынок обвалился, ничего подобного. Газ это серьезное и вообще основное сырье для химической промышленности. Они сейчас загрузили у себя химические предприятия, дальше некуда. Прирабатывают этот газ, минеральные удобрения и зарабатывают на них вот всю ту разницу, которую они потеряли из-за там сокращения рынка продажа на замоке. Какие вопросы? Они супер. Они своим химическим предприятиям, а если там взять историю посмотреть, то все крупнейшие химопредприятия, фимфирмы, очень крупные, они практически все сидят под газовиками, разными компаниями, там газо-нефтяными. Все. И они вот тот газ, который россиянам девать некуда, я имею в виду газовикам, некуда девать, его, скажем, прекратить добычу тоже нельзя, потому что возникнут там последствия неприятные. Надо куда-то ее девать. Хоть сжигай, хоть это все. Они по любой цене, по минимальной цене своим предприятиям отдают, а предприятия зарабатывают нормальные деньги, потому что цена на рынок практически стабильна. Если взять, вот там, посмотреть за 5-10 лет, то примерно там колебания в пределах 50%, не более. И все. И вопрос, кто получил премию? То, что у нас бардак в экономике творится, то он практически всегда. Только мне поначалу казалось, что мы должны от худшему к худшему идти, а у нас получилось так, что то, что мне казалось 17 лет назад плохо, то это было очень хорошо, а сейчас стало просто отвратительно. Ну, если сейчас химии нет. Четыре предприятия. Наших три. ОПЗ. Ну, в сумах это, можно сказать так, это полпредприятия, потому что там основная продукция дворка из титана, а все остальное это как бы сопутствующее. Вот. И этот ползавода Днепразу. И все. Когда при Советском Союзе на Украине было Министерство химической промышленности. Это отрасль, ну, основополагающая отрасль любой экономики. Вот когда наши там умники начинают рассказывать, что мы там отсталая у нас структура экономическая, там и все такое прочее, что мы архаичные и не тем занимаемся, нужно более высоким, доходным и так далее. Так я вам скажу так, что если мы, например, прекратим выпускать тот же суммой чугун или сталь, или что-то там еще, то есть металлургии, например, продукции металлургическую и химическую, то это место сразу же займут другие люди. Вот если бы сказали так, что вы этого не будете выпускать, ну и все, и никому оно не надо. Тогда да, это неправильно. А можете себе представить, что не будут доминные печи, чугун делаем? Металлума не хватит и всего остального. Это основополагающие, поэтому так рассуждают только глупые, недалекие люди. Мы обращались к правительству с предложением. Ну все химические предприятия, работодавцы, союз работодавцы, союз химиков, что хорошо, если вы так хотите, чтобы, ну, селяне, а скорее это не селяне, а именно селян, вот эти вот торговцы минерального удобрения, они заявили, дескать, что мы монополизировали рынок и все. Ну, вы вообще понимаете, что такое монополизация? Я без прикола, я просто вот хочу, чтобы... Нет, ну, когда одно предприятие, 70% займает, ну, замолвлень, в определенной галузе экономики. Так. Ну, там можно больше, но больше. Хорошо, давайте рассуждаем. Посмотрите, вы говорите 70%, например, да? Ну, больше 50%, да? Больше 50%. А если при этом оказывается, что предприятия, предприятие, вот это, которое монополизировало, там, 70% рынка, оно вообще все само по себе одно, единственное. Это как, монополист или нет? Ну, да. Это по производству. Про производству. А если на рынке это предприятие, всего лишь его доля общая 20%, оно монополист? Нет, совершенно не. Ну. Так нас назвали монополистами, только потому, что мы, как мы, ну, что, осталось вот 4 предприятия в Украине, 5 предприятий, Одесса, Неприджинск и Настырь, 5 предприятий, которые выпускают, и то мы не одинаково продукцию выпускаем, Неприджинск и Одесса выпускают карбамид, а мы, например, выпускаем селитру. Это удобрения то же самое, но разные немножко. И нас назвали монополистами. Что мы там что-то посчитали, ну, больше 50% выпускаем продукции. Но наше количество продукций, которые мы выпускаем, на рынке, где покупают эту продукцию, это меньше 20%. Нас можно назвать монополистами? Ну, вот. Но для того, чтобы назвать нас монополистами и, скажем, применить к нам определенные ущемляющие действия, да, со сноргазма, там придумали всякие вот фокусы, что вот сделали вид, что мы проанализируем, ну, предприятие есть? Есть. Вот, смотрите, вы выпускаете больше, все. А мы выпускаем в общей сложности. Вот если нас взять по нашим заводам, это... Ну, где-то... Где-то, где-то, где-то будет так. Сейчас я вам скажу. Это будет где-то 3-4... По нашим мощностям где-то порядка 5 миллионов тонн селитры в год. То есть, вообще-то говоря, если бы, скажем, все правильно организовать, мы могли бы почти все 100% потребностей в селитре обеспечить своими мощностями. Ну, работать нам надо было бы 360 дней в году, там, без всяких срывов, остановок и так далее. Вот. Поэтому мощности есть. А вот востребованность рынка, востребованность рынка такова, что, вот, смотрите, мы работаем всего лишь на одну пятую часть, это где-то полтора-два... Где-то полтора миллиона тонн. Вот. А все остальное... И это все одна пятая часть всего рынка. А рынок потребляет 6 миллионов. И это все не наше. Поэтому, с точки зрения вообще любых интересов государства, ну, это вообще бредовые идеи, и вообще там преступные действия. Это я по-другому не скажу. Люди решаются... Нам же ничего не останется делать, как придется остановиться. И мы рассматриваем, ну, два варианта сейчас отрабатываются. Вы же понимаете, что сразу надо готовиться ко всем случаям жизни, чтобы уже наперед мы понимали, что нужно делать и как делать, а не на ходу принимать решение. Ну, сейчас прерабатывается два таких варианта. Один, что мы останавливаемся полностью, и тогда все будет... Останется только служба охраны завода, ну, и минимум людей для технического сопровождения оставшейся оборудования. Вот. И второй вариант – это для того, чтобы выжить, например, работать на давальческие условия, то есть оказывать услуги. Не выпускать продукцию, как товаропроизводитель, а оказывать услуги. Нам дают сырье, мы продукцию переработали, нам заплатили за услуги, а удобрение – это уже не наше, это чьи-то. Вот. Если пойти по такому, это второй, так сказать, лучший вариант вот при дальнейшем развитии событий в соответствии с принятыми этими решениями, вот, то нам вот и надо будет, чтобы удержаться, так сказать, и могли и услуги оказать, и какую-то копейку заработать, то нам нужно где-то порядка тысяч человек сократить. И сейчас у нас где-то 1400, ой, две, ну, в общем, около 200 с половиной, вот, то это будет, надо опуститься до полутора тысяч, не больше. Поэтому вот мы, сейчас всех профсоюзов мы предупредили, что развитие такого события, что это вполне возможно. Ну, и теперь в соответствии с действующими нормативными актами, документами, законами, мы вот в дальнейшем будем выстраивать свою работу. в дальнейшем будем выстраивать свою работу. Спасибо.